Итак, друзья, добрый день. Немного я приболел, но это не помешает мне снять продолжение на обзор на моты для Мафии 2 снова в деле. И теперь мы уже посмотрим, какие здесь функции открываются летом. К сожалению, произошел вылет, и видео не записалось, и вылет произошел на вот этой вот локации. Сейчас я вам покажу. Вот, то есть вот где гараж. Подъехав к нему, вот игру выкинула. Но может быть это просто слетела игра, так как это пиратка. Я моду все устанавливаю на пиратку, чтобы ненароком не удалить. Или там что-то не сломалось у меня в лицензии. Вот, поэтому проверяю себя на пиратке. Может быть это из-за того, что пиратка. Вот, я это проверю. Итак, я проверил, значит, сам миссию. Сейчас я вам ее покажу. Миссии, которые вот таким значком здесь, значит, помечены. Это все миссии из сюжетного режима, но тут как-то такого сюжета нету. Это просто как бы перестрелки. Вот, сейчас одно из них я вам продемонстрирую. Здесь вылетов никаких не происходит. Вот, то есть, собственно говоря, сейчас появятся китайозы. Вон они, они все. Вот. Вот, то есть, суть... Какие хитрые китайцы. Суть этого всего просто перестрелять как бы всех своих врагов. И все. Ну, я уже не буду это показывать. Вот. Главное, что миссия работает. Миссия работает. И она не выкидывает. На миссию даже не следует приезжать с своими друзьями. Вот, потому что, когда вы начинаете, все это дело, они просто пропадают. Поэтому даже если взять одного друга, он все равно пропадет. Это я проверил. Вот. И думаю, что вы поверите мне на слово. Так. Следующая локация. Давайте, чтобы даже не локация, такая функция, чтобы далеко не уезжать. Это ловля рыбы. Вот. Тут есть место рыбное, недалеко от того места, где мы находимся сейчас. То есть, прямо в порту. Вот. Это тоже работает. Рыбалочка. Эх ты, блядь. С вождением, конечно, у меня проблемы некие возникают. Даже несмотря на то, что у меня стоит упрощенный режим вождения. Потому что на реалистичном режиме вождения тот ход-рот, на котором я начинал игру летом, на нем ездить будет, мне кажется, вообще нереально. Но сейчас мы половим рыбку немножко. Вот. То есть, скорее, осен ловится. Ну, тут, конечно, вечером-то еще особо. Хотя нет, вот мужик ловит. Вряд ли на мелководье можно поймать что-то большое. Но, ну, как вы уже догадались, это просто анимация. Анимация ловли рыбы. Естественно, вы не сможете набрать в садок, и, не себе, полный садок рыбы, и продать его на базаре. Вот. Тут, к сожалению, такой возможности нет. Но сама анимация включена. Все как бы работает. Если вы вдруг решите покататься, ну, нечем будет заняться, то половить рыбку, это дело, конечно же, святое. Продолжим наше путешествие. Следующее место, куда мы отправимся, это ювелирный. Вот. Там тоже включена довольно интересная функция. Помечена она другим ярлычком на карте. Вот. И сейчас я тоже, конечно же, продемонстрирую это. Еще хочу отметить такой момент, что вот, катаясь по городу, я обратил внимание, что вот, к примеру, проезжает автомобиль, который не был включен в официальную версию игры. Да, и вот, к примеру, все эти машины из дополнений. Либо из дополнений, либо из тех дополнений, которые связаны с Джимми и Джо. Вот. Теперь автомобили оттуда ездят по всему городу, они припаркованы на парковках. То есть они стоят не только у вас в гараже, в единственном экземпляре в этой игре, а рассеяны по всему городу. Конечно, это может кому-то не понравиться. Ну, типа, то была тачка только у одного меня такого, а теперь еще у кого-то. Ну, по мне, так это такое достаточно интересное нововведение, потому что какой-никакой разнообразие автопарка здесь появилось. Но, к сожалению, если появляется одна машина на ваших глазах из дополнения, то эта машина будет сейчас стоять на каждом углу, только в разном цвете, соответственно. Итак, это ювелирный магазин. Мы можем его, если вы помните, тут была миссия, мы можем взломать здесь замок на двери. Вот, проходим, значит, сюда. Здесь автоматически респавняются наши друзья. Вот. И вот такая вот интересная функция. То есть мы можем грабить ювелирный магазин. Друзья при этом грабить его не могут, но могут в случае чего вас прикрыть, потому что там за дверьми стоит охрана, которая довольно резвая, потому что меня убили сразу же. Вот. Стреляют они метко. Судя по тому, что эту такую функцию интересную добавили модеры, то есть я не понимаю, почему это не сделали сами разработчики, потому что ограбление в ювелирных магазинах бы появилось задолго до выхода еще где-то пятой. Вот. Но, по всей видимости, это не так сложно, но не знаю, почему все-таки не добавили. Они, вот, это бандюги, местные бандюги. Вот. То есть они как бы стрелки довольно меткие. Я вам просто продемонстрировал. У них у всех Томпсоны, как у охранников, и стреляют они неплохо. Нет, спасибо. Вот. Сохранение, к сожалению, в дебильном месте сейчас происходит. Оно происходит возле миссии, которую вы начинали. Вот. Но я продемонстрировал, значит, что такое ювелирный магазин. Вам дают реально деньги за то, что вы там воруете драгоценности. Вот. Поэтому вот такая вот интересная функция. Не знаю, правда, если вы ограбите его один раз, можно ли будет это повторить. Вот. Но это вам надо оставить какую-то интригу, чтобы вы сами попробовали. А то сейчас все расскажу, и уже будет, конечно, интересно. Итак, еще одно место, в которое я хочу заехать, это помощь старому другу. Она помечена таким же ярлычком, как и свалка Бруцки. Вот. И сейчас мы... Хотя ехать, конечно, прилично. И сейчас мы туда доедем. И я думаю, чтобы вы не смотрели на всю эту езду, из видео я это выведу. Итак, друзья, по пути к месту назначения я решил заскочить в квартиру Джо. И, собственно говоря, как в квартире Марти, окна здесь не простреливаются. Но если в квартире Марти они открываются, и можно умудриться стрелять в щелочку от открытого окна, то тут, к сожалению, это сделать не получится. Может быть, у меня не получилось открыть окно, но я здесь могу только вентилятор включить без проблем. Но, несмотря на это, это здание многоэтажное. Оно имеет два выхода. И поэтому повеселиться с полицейскими здесь тоже можно. Но, как по мне, лучше всего для этого дела подходит именно квартира Вито Скалета. Также здесь открывается гараж Джо. Не знаю, можно сохранить автомобиль или нет. Вот моя ласточка. И мы продолжим наш путь уже отсюда из квартиры Джо до места назначения. Осталось совсем чуть-чуть доехать. И мы посмотрим, что же там за помощь старому другу. Зимой эта функция точно недоступна. Этот герой появляется только летом. И сейчас мы как раз проверим, что же там. Так, ну вот мы и доехали до места назначения. Что там у нас за помощь? Посмотрим. А если меня не будет, действую сам. Это намек на то, что его, собственно говоря, там не будет. Поэтому воевать нам придет сейчас одному. Вот, но мы, я думаю, что просто проверим, как это вот. А может быть даже и перестреляем всех. Итак, тут где-то надо спрятаться за ржавый автомобиль, судя по всему. Вот он, да, тут даже стрелочка есть. Прячемся за него. А все. Несколько минут спустя. Майка нет, действуйте самостоятельно. Я почему-то в этом ни капли не сомневался. И так, мы подобрали там. Нет, не подобрали. Я, кстати, заметил еще одну интересную фишечку здесь. Сейчас скажу. Ох ты. Ох ты, ёх ты. С пистолетом воевать, конечно, довольно сложновато будет против них. Учитывая то, что у меня всего 4 патрона. Думаю, если мы... А, нет, у меня есть Томпсон. Замечательно. У меня есть автомат Томпсона. Но со спины стрелять, друзья, это не самое приличное решение. Поверьте. Я-то с вами по-честному, а вы вот так вот. Как крысы значатся, да? Ну, хорошо. Ну, вот сзади обошли. Мы почти победили их. Ну, ладно, я думаю, ничего страшного. Нет, не буду повторять. Миссия работает, миссия работает. Кому интересно, вы ее пройдете. Пока не сел в машину, вот тут вот я заметил, что в игре есть вот такой вот пулемет. Нет, знаете что, я попробую еще разочек. Таким пулеметом мы в начале сюжетной линии стреляли из такого. Во время Второй мировой войны на Сицилии, если я не ошибаюсь, мочили фрицев из такого. Вот, поэтому сейчас она будет мочить, ну, тоже практически фрицев, только в элегантных костюмчиках. Несколько минут спустя. Майка нет, не до что вы говорите. Итак, не знаю, можно ли купить на эту херню патроны. Ай, какие они хитрые! В миссии она недоступна, у меня ее забрали. Ну, это не совсем честный ход. Ну что ж, хорошо. Уже обходят сзади, ублюдки! Главное, не стоять на месте, надо передвигаться. Блин, а машину могут взорвать. Я помню этот мой просчет с китайозами. Господи, как же их тут много. Нет, нет. Ладно, попробуем еще. Меня прям затянула эта миссия довольно такая. Не понимаю, почему нельзя стрелять с этого пулемета. Это обидно. Обидно. Вот, но учитывая то, что здесь есть разные локации. Кстати говоря, пока не забыл про локации. Как пояснил мне позже сам автор, те локации, которые помечены серым ключиком, это квартиры. И действительно, это квартира Эрика, мужа нашей сестры. Это квартира Лео Галланты. Это особня, которая находится в этом богатеньком районе. Не помню, как он называется. Вот. То есть, во всех этих ключиках это квартиры. И в них с таким пулеметом, я думаю, повоевать будет то еще веселье. Так что советую вам попробовать взять своих друзей. Вот. И устроить реально хорошую перестрелку. Против гангстеров или против полиции. Это уж кто попадется. Итак, несколько минут спустя. Майка по-прежнему нет. Я думаю, что нам надо занять более выгодную позицию. Убрать вот этих вот левых, точнее правых, самых, чтобы они с этого фланга не заходили к нам. Да е-мое, да вы охренели. У вас сколько тут? Уже сзади стреляют. Но это... Ну, блин. То ли я такой дурачок. Ну, видимо, судя по всему, да. Ладно, ладно. Нет, я попробую еще раз. Буду ее париться, пока не пройду. Может быть, ее вообще нереально пройти. Ну, нет, конечно, я обманываюсь. Утешая сам себя пройти, конечно, ее можно. Конечно, что, в принципе, мы сейчас и сделаем. Я прям чувствую, что сейчас будет финалочка. Последняя попытка, с которой мы пройдем. У меня есть один хитроумный план. Я не сомневаюсь, что у Майка по-прежнему нет. Секунд. Подставил меня? Подставил. Друг называется. Так, ну да ладно. Да, как бы вот не выбирается этот пулемет, к сожалению. Так, привлекаем внимание, значит, наших соперников. Блин, за нее нельзя зайти. С другой стороны. Оп, все, все. А за нее нельзя. Нет, можно, можно, можно. Ну, прячься, прячься, братюля, прячься. Нет, за нее нельзя спрятаться. Нас сейчас убьют. Нас сейчас убьют. Очередная попытка, безуспешная попытка прохождения этой миссии. Неудобно то, что надо прятаться именно за эту машину. Так бы можно было зайти к ним сзади, чтобы они с двух сторон не заходили. Но тут, к сожалению, нельзя ничего. Мы сейчас выберем практическое положение, более выгодное, чем у них. И я уверен, что мы их победим. Подойдем. У нас с полной ответственностью сейчас. Так, значит, у нас есть. Они уже сразу стрелять начали. Вы что, гоните, что ли, друзья? Это не по правилам. Так, аккуратненько. Аккуратненько, аккуратненько. Не-не-не-не-не-не-не, брат, 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 брат. Подожди, подожди, подожди. Нормально, нормально. Так, пучком. С этого. Там уже бегут. Минус. Минус. Нормально, нормально. Пока что все очень здорово. Вон он еще один там стоит. Тут уже сзади обошел. Ой-ой-ой-ой. Не вовремя, не вовремя. Начал перезаряжать. так он еще один все их двое осталось что не попадаешь до из-за машины крыселых всегда не вовремя начал перезаряжать спрятаться у тебя не получится все последний остался все супер всех убили так идем пешочком и прогулочным шагом пританцовывая вид а видимо радуются потому что у нас все получилось нельзя ли как-то побыстрее идти без гусиных пританцовываем тачка кстати ничего такая все записываем в блокнотик значит еще 15 убийств в нашем списке или он адрес записывать чтобы консить не знаю чтобы завершить задание отправлять из бар у фредди давайте отправимся в бар у фредди он довольно прилично ехать надо ладно тачка конечно козырная здешних гангстеров ну что ж ладно сейчас мы доберемся бар и посмотрим как завершим это задание так ну по крайней мере это задание не из сюжетной части если я не ошибаюсь то есть что-то новенькое все таки присутствует кстати говоря для тех кто хочет купить мафию вторую и все дополнения сейчас не представляется такой возможности насколько я понял из-за того что такие закончил все такие закончилась лицензия на музыку мафии 2 вот и говорили что эта проблема будет решена но она уже довольно долгое время остается открытой вот и скорее всего мне кажется уже ничего не продлевать не буду вот именно поэтому приходится ездить без радио потому что на ютубе ролик но не именно поэтому по той же самой причине ролик могут заблокировать из-за того что вся музыка в игре лицензионная нужно обладать правами на нее чтобы авторские права не нарушать поэтому приходится ездить в тишине ну куда ты прешь ну ты дурачок что ли алло заходим в бар куда нам видится сохранить все сохраняемся я думал хоть заставочка какая-то будет про то что все сделал ну нет вопрос сохраняемся в баре 40 тысяч 40 тысяч это если бы не платили за 15 убить 40 тысяч долларов то и высшее образование никому не нужно было бы по-моему идеально кстати говоря в баре тоже нужно повеселиться да да учитывая то что у нас сейчас есть пулемет этот самый но только окна тут не простреливаются но тем не менее эта локация также работает как именно вход куда-то а не как переход из локации на локацию и так остается последнее дело нам проверить это тут вот есть я заметил еще не ярлычок это шумные гонки скорее всего и так понятно что это будут гонки но все-таки надо проверить что это будут за гонки в каком они значится колюча проходят и сейчас мы до туда доедем и это дело проверим ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой на этом транспортном средстве будет нам тяжело конечно часто гонках потому что она длинная вот но хотя еде трезво вот сейчас мы до туда доедем значится и посмотрим, посмотрим, с кем нам там предстоит гонять. Надеюсь, я не ошибусь и еду туда. Я знаю, что были гонки возле Литейной, если я не ошибаюсь. Нам там надо было кого-то сдрюкать, но эти гонки проходят совершенно в другом месте. Именно поэтому я решил проверить, что же это за гонки. Но вот играя в такие дополнения, ты действительно начинаешь понимать, что игра довольно урезана. То есть все эти функции, в принципе, могли бы быть добавлены разработчиками. Раз их добавляют модеры, то ничего в этом сложного нет. Разработчики бы их могли доработать, и все бы было бы шикарно. Но почему-то они решили этого не делать, не знаю почему. Я помню тех людей, которые говорили, что «Мафия-2» – это уже не мафия. Она не имеет такого, собственно говоря, духа мафиозного. И поэтому, видимо, наши молитвы были услышаны, и они выпустили «Мафию-3», которые в натуре не связаны с «Мафией» вообще никак. Но, тем не менее, «Мафию-2» хочется перепроходить, и все-таки есть мне вот эта вот кинематографичность и этот самый мафиозный дух. Начать гонку. Начинаем гонку. Итак, друзья, прежде чем начать гонку, я решил сделать вот так вот, соответственно говоря. Выключим музыку, потому что, участвуя в гонке, ее нельзя убрать. Вот тут есть, значит, начать гонку на своем авто, и участвуй пассажирам, попробуй пассажирам. Так вот, музыку нельзя радио переключить, а, как я уже говорил, за это ролик могут забанить. Вот, поэтому, ну и, заметьте такую фишечку, вы можете... Не понял. Есть такая небольшая помарочка, которая я заметил только что. Вот мы едем пассажиром, да, мы никак не честно посмотрим на гонку, и мы только что ездили в гонке, где автомобили были лимузины. Лимузины, я прямо сейчас закончу. Вот где автомобили были лимузины, и там можно было стрелять из окна. Машины у ваших соперников никак не простреливались, ну, словно бронированные. Вот, но, тем не менее, можно было стрелять из окна, по прохожим, по крайней мере, вот. Но в кабриолете почему-то сделать этого нельзя. Пассажирам участвовать мы можем, и, собственно говоря, участникам участвовать тоже можем. Всё, я играть в гонки не хочу, я переиграл в дёрд, поэтому... Вот, но функция работает, функция работает, можно участвовать пассажирам. Если вы будете пассажиром на лимузине, если вам так повезёт, потому что сам автомобиль вы не выбираете, то вы сможете стрелять ещё из пассажирского сидения, прямо из Томпсона. Итак, друзья, ну, чтобы меня никто не называл лжецом, я решил проверить ту самую локацию. И, как видите, она великолепно работает, ничего не вылетает. Вот, можно заехать на эту парковочку, припарковать свой автомобиль. И спокойно из неё выйти и закрыть ворота. Ничего не вылетает. Итак, друзья, подведём небольшой итог. Это третий, третий действительно качественный мод. Начнём с того, что он устанавливается как дополнение, это очень удобно. Он имеет три слота сохранения, то есть вы можете играть и зимой, и летом, и как угодно. В моде имеются множество функций, в основном это и локации. Локации, которые открываются как квартиры, где вы можете повеселиться со своими друзьями. Друзей у вас предостаточно. Я думаю, что вам хватит, чтобы устроить хорошую перестрелку. Также имеются места, где можно ловить рыбу, покупать газеты и так далее. Есть множество перестрелок, задания, парковки и множество других локаций. Не говоря уже о функциях, которые присутствуют в данном моде. Это и смена время года, и смена погоды, и смена персонажа и так далее. Не буду раскрывать все карты. Я думаю, что вы перейдёте по ссылочке, скачайте мод и сами просмотрите все функции, которые здесь доступны. Ну а на этом всё. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх и всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!